здравствуйте друзья сегодня у меня для вас еще один сюрприз и еще одно подтверждение какой удивительный остров white и сколько сюрпризов еще он хранит в себе сегодня я хочу вам показать и возможно удивлю вас так же как я удивлена была сама как все переплетено в этой жизни и как история идет вместе с нами и вот сегодня я хочу показать вам вот этот удивительный памятник мемориал который находится здесь на острове white в городе из ткаус и называется романовский крест этот памятник был открыт 7 июля 2018 года в городском парке города из ткаус недалеко от озборн хаус дворца резиденции королевы виктории и принца альберта этот семитонный гранитный крест высотой 3 метра был установлен в память столетия мученической кончины императора николая второго его семьи а также основательницы марфа-мариинской обители в москве великой княгини елизаветы федоровны и мне тем более приятно рассказать вам и показать вам этот памятник не только потому что он оказался на острове white но и то что это единственный памятник романовым в западной европе архитектор этого памятника российский скульптор елена безбородова здесь на барельефе изображены лики император николай второй которому было 50 лет на момент убийства императрица александра 46 лет ее сестра великая княгиня елизавета 53 лет а также дети великая княгиня ольга 22 лет татьяна 21 года мария 19 лет анастасия 17 лет и царевич алексей 13 лет этот гранитный семитонный крест высотой 3 метра был доставлен из индии здесь внизу вот перечислены как раз имена все которые я вам сейчас назвала и написано что были замучены во время революции в россии и в июле 1918 года и вот хотя этот памятник был открыт еще в июле 2018 года три года назад вы знаете я о нем узнала только сейчас как-то открытие этого мемориального памятника для меня прошло совершенно незаметно и я не слышала ничего я бы конечно по присутствовала тоже вообще вы знаете к стыду своему я истории интересуюсь мало и вот удивительная была для меня вот эта новость когда я узнала о том что здесь открыт мемориал российскому императору и я конечно же решила посмотреть и поднять всю историю потому что во первых для меня и было непонятно почему здесь изображена вместе с царской семьей также великая княгиня елизавета федоровна и почему этот крест романовых был возведен именно здесь в эсткаусе на острове white так вот великая княгиня елизавета федоровна была старшей сестрой русской императрицы александры федоровны у них разница в возрасте была 7 лет и великая княгиня елизавета считалась одной из самых красивых принцесс в европе в 1878 году их мать принцесса алиса умирает от дифтерии и отец заключает второй брак а девочек отправляют к бабушке возборн хаус королеве виктории где они в общем-то и воспитывались историки многие сейчас утверждают что сестры были не только внешне похожи но также они прожили очень похожие жизни они обе старались меру сил поддерживать и укреплять своих мужей и обе в конце концов погибли в один и тот же год елизавета федоровна вышла замуж 1884 году за великого князя сергея александровича брата российского императора александра третьего у сергея александровича и елизаветы федоровны не было родных детей но они воспитывали детей брата сергея александровича великого князя павла александровича марию и дмитрия их брак считался счастливым они любили и поддерживали друг друга но после того как в девятьсот пятом году с ее супруг сергей александрович был убит террористом она провела свою жизнь благотворительности вообще елизавета федоровна была удивительной женщиной она даже при жизни уже вела себя как святая несмотря на то что она глубоко переживала гибель своего мужа но она как говорят посетила в тюрьме его убийцу и передала ему прощение от имени сергея александровича оставила ему евангелие и более того она потом подала прошение императору николаю второму о помиловании террориста убившего ее мужа но николай второй не удовлетворил ее просьбу также от многочисленных травм говорят скончался кучерк князя сергея александровича андрей рудинкин и она щедро одарила его вдову и сирот детей и прошла за гробом кучера с непокрытой головой через всю москву горе после гибели мужа она продала все свои драгоценности и основала в девятьсот девятом году марфа марвин марьинскую обитель милосердия которая не была монастырем а была больше благотворительной и медицинской организацией она занималась помощью раненым в первую мировую войну она сама ходила по московским рынкам по всяким трущобам находила там бездомных детей и приводила их в свою обитель вообще поразительная история этой женщины конечно она на самом деле велика мученица и приняла страшную незаслуженную смерть в 1918 году она была живьем сброшена в шахту потом закидана гранатами бревнами и засыпана землей вот так закончилась жизнь этой великой женщины первой европейской красавицы елизаветы федоровны и в 1992 году она была причислена к лику святых она не рассказала вам о семье николая второго и императрицы александры и их детей потому что это история она мне кажется довольно известная уже и все знают как случилась гибель этой царской семьи друзья вот я показываю вам вот эти вот тоже удивительные фотографии здесь последний визит императорской семьи в англию и опять же на остров уайт на неделю каус вик 2 августа 1909 года где на императорской яхте штандарт встречались все царствующие особы близкий король эдуард седьмой вот мы видим его на фотографии также его сын двоюродный брат николая второго георг пятый будущем король англии также который очень похож на николая второго в одном из своих следующих видео я расскажу вам поподробнее и покажу место где произошла эта памятная встреча а на сегодня у меня все я с вами прощаюсь пишите ваши комментарии жду всего доброго пока пока